МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весеннее обострение. Отпусти руки, жмя! Руки отпусти! Мужчина головой влетел в окно скорой помощи и обругал полицейских. Не надо думать, что овось обойдется. Праздники с иммунитетом. После вакцинации количество антител кратно выше, чем те, кто просто перебанил. Врачи продолжат вакцинацию в празднике. Людей вывозили и пилили, значит, два часа. Срубили символ набережной. Чтобы население города Нижикамска, граждане, спокойно отдыхали, загорали. Высокую иву на пляже свалили из соображений безопасности. Потолки очень высокие. Не спасают от дождя и холода. Конечно, не устраивает. Немножко бы пошли. Дачники не видят смысла в остановочных павильонах на Ахтубинской. Если мы его сейчас не будем снимать, вот здесь, между двух лиц, она сгнила. Трубу прорвет в любое время. Унитаз, то есть выдолбываем, чугун это убираем. Немного трубу засовываем, потом замазываем. Пенсионеру поменяли только половину трубы, но пообещали все закончить. На телеканале НТР24 Нижнекамские новости. В студии Алмазка Шеф. Здравствуйте. Пьяный мужчина напал на карету скорой помощи. Пробил головой боковое стекло автомобиля и на этом не остановился. Разъяренный молодой человек стал угрожать прибывшему наряду полиции. Интересно, что фельдшеры приехали спасать дебоширу жизнь. Вера Муратова продолжит. Темперамент в спарринге с машиной этом мужчине не помог. Неправильно выбранная техника нападения уложила пьяного на лопатки. Итог. Разбитая голова у Нижнекамца. Карета скорой помощи тоже пострадала. Стекло в дребезге и помята дверь авто. Но на этом невменяемый пациент не остановился. Чуть оклемавшись, он стал вызывать на бой фельдшера скорой. Как рассказали очевидцы, скорую вызвали для него. Он лежал в бессознательном состоянии. Но как только во двор Вахитова 2 въехала машина, он вскочил и пошел на таран. Пришлось вызывать на подмогу полицейских. Отпусти руки, жми. Руки опусти. Руки опусти, не помогу. Отпусти руки. Автопарк скорой помощи на 100% заменили в 2019 году. Сейчас поврежденная машина временно не может выезжать на вызовы. Во сколько обойдется ремонт, пока неизвестно. Служба почитывает ущерб, который, скорее всего, придется выплачивать пьяному дебоширу. А вот горячему парню пришлось объяснять свое поведение в участке. Эту ночь 29-летний молодой человек провел за решеткой. Сегодня суд продлил арест. Поэтому будет время подумать над своим поведением. В отношении пьяного Нижнекамса составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Вера Муратова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Нижнекамск окутало дымом. Сегодня в разное время дня на нескольких участках города горела трава. За гаражами на Менделеево и в районе улицы Гайнулина. Город с двух сторон заволокло дымом. На место выезжали пожарные расчеты. Помощь оказывали и жители. Вооружившись лопатой, пытались остановить распространение огня. Из-за чего сегодня вспыхивал сухостой, сейчас выясняют дознаватели пожарного надзора. Мы предлагаем посмотреть кадры возгорания, снятые нашим оператором Фахре Исламовым. Без комментариев. Впереди майские праздники. Понятно, что пожарные отдыхать не будут. И не только они. Будут работать круглосуточные стационары. Оказывается, экстренная и неотложная помощь. Полный график работы медучреждений можно посмотреть на нашем сайте. Детские поликлиники будут работать в дежурном режиме 1 и 8 мая. 2, 3, 9 и 10 мая не работают. В случае необходимости обращаться в приемный покой улицы Менделеева, 45. 4, 5, 6 и 7 мая поликлиники работают с 8 до 18.00. Прием ведется без предварительной записи. Вызовы врача на дом принимаются с 8 до 13.00. Офисы МФЦ в Нижнекамске не будут работать с 1 по 3, с 8 по 10, а также 13 мая. С 4 по 7 мая отделения МФЦ будут работать с 9 до 17 часов. В детских садах будут организованы дежурные группы, которые будут работать в обычном режиме 4, 5, 6 и 7 мая. Школы отдыхают, а вот студенты будут учиться в дистанционном режиме. Редакция новостей Медиахолдинга НТР тоже расслабляться не планирует. С 4 по 7 мая все 4 дня новости будут выходить в то же время ежедневно в 19.00. Не пропустите. В выходные будут работать и прививочные пункты. Все желающие смогут получить вакцину от коронавируса. В Нижнекамском районе от COVID-19 привились 20% населения. Для коллективного иммунитета этого мало. Эксперты говорят, необходимо минимум 60. У каждого из нас есть личные примеры людей, кто или заболел, или, к сожалению, уже ушел. Лучший ответ на этот вопрос – цифры статистики. Почти 8,5 тысяч человек в Нижнекамском районе переболели новой коронавирусной инфекцией. С каждым днем ситуация становится лучше. Но не болезнь отступает. Прививочная компания берет свое, говорят врачи. В декабре в Нижнекамск поступила первая партия вакцины. На сегодня первым компонентом привито 25,5 тысяч человек. Вторым – более 14 тысяч. Сегодня это единственный способ обезопасить себя и своих близких. Бесплатный. Мы для себя поставили задачу, чтобы мы не прекращали работу по процедуре вакцинирования и майские праздники. Учитывая, что жители по определению будут находиться дома, то мы сделали акцент в большей степени на выездную форму прививочных пунктов. В наши микрорайоны, в городе – это торговые центры, это локальные, они уже определены, локальные участки, где созданы соответствующие необходимые условия. Будут продолжать работу и стационарные. В Нижнекамском районе созданы максимально комфортные условия для прививочной компании от COVID-19. Вакцинироваться можно как в поликлинике, так и в стационарных пунктах. Также работают мобильные бригады. Прививают людей вакцинами, спутник ВИИ и эпивак короной. Последнюю делают тем, у кого есть серьёзные заболевания, включая онкологию. Не надо думать, что авось обойдётся. Всё у меня пройдёт в достаточно лёгкой форме и без осложнений. Предсказать это очень сложно. Ильвина Абызова работает в COVID-госпитале Нижнеканска с самого его открытия. Говорит, эта болезнь не проходит бесследно не только для пациентов, перенёсших её в тяжёлой форме. Осложнения могут напомнить о себе даже через полгода. В особую группу риска входят пожилые люди с хроническими заболеваниями. С этой инфекцией столкнётся каждый. Но ответ и исход заболевания у возрастных лиц часто приводит к летальному исходу. И говоря это родителям, когда вы их отговариваете, вы задумаетесь о том, да, вы молодой человек, вы переболеете, вы перенесёте, у вас иммунитет достаточно нормальный, но количество антител после вашей встречи без вакцинации будет ниже того количества антител, если ваш родитель привьётся, то есть старшей возрастной группе, потому что это уже на сегодняшний день доказано, что после вакцинации количество антител кратно выше, чем у тех, кто просто переболеет. Сегодня в нашем районе привито 20% населения. Эксперты говорят, необходимо, чтобы эта цифра достигла 60-70. Этого будет достаточно для коллективного иммунитета от болезни, которая держит в страхе весь мир уже больше года. Евгения Крабакова, Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Если у вас есть новость, важная или интересная информация, ждём ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Бесполезная конструкция. Речь идёт об остановках, которые расположены на Ахтубинской площадке, где дожидаются транспорта дачники. Павильон не спасает ни от ветра, ни от дождя. Нижнеканцы уже не раз поднимали эту тему, но ВОЗ и ныне там. Потолки очень высокие. Надо либо подрезать столбы, но это специалисты знают, как это сделать, опустить немного, как городские остановки, и сделать вот здесь вот навес. Огородники считают эти остановки бесполезной конструкцией. Дачники вынуждены ожидать автобусы в спартанских условиях. Крыша слишком высоко, а по периметру нет ни одной перегородки. Павильон не спасает от ветра и дождя. Даже если я встану в самую середину, меня от дождя это не спасёт место. Даже одного человека не спасёт. И вот эту конструкцию я не знаю. Либо это не нужно, и какое-то сооружение сюда поставили, либо что, ну что-то надо сделать для людей. Это весь город отсюда в сады уезжает. Хотелось бы всё-таки, чтобы во внимание приняли вот наше обращение садоводов. Этот вопрос огородники поднимают не первый год. Но единственное, что сделали, так это установили скамейки. До этого дачники сидели на железных трубах. Очень холодно. Здесь постоянно ветер. От дождя не скрывается. Холодно здесь и кругом, в общем, это. Дождь-то, конечно, не устраивает. Немножко бы пошире, наверное, было делать. Или навес сделать так. Ответственный за территорию Нижнекамской ПТП. Ответ руководителя этого предприятия был коротким. Денег нет, переделывать остановки никто не будет. Поэтому всё останется как есть, подытожил Юрий Иванов. Вера Муратова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Новая только часть трубы. Житель Гагарина, 16, уже несколько лет пытается добиться полной замены старого чугунного стояка в санузле на пластиковый. Это сделали лишь наполовину. Больше всего пенсионера пугает возможная протечка старой коммуникации. В 2016 году старая чугунная труба лопнула. Пришлось вызывать слесарей. Рабочие поменяли лишь часть стояка, оставив ржавый кусок у потолка. Алексей Анисимов переживает, что однажды его прорвёт и потечёт вода. Мужчина написал десятки жалоб, обращался к депутатам. Но злосчастный кусок так никто и не поменял. Они оставили потолке вот такое расстояние. Вот сейчас его надо вытащить. Вверх не даёт. Весный этаж. У них сейчас шпитый. Если я буду ремонтировать сам опять так же, то пожалуйста. А так трубы не можно вытащить сейчас. Чтобы поменять стояк полностью, нужно согласие всех жителей подъезда. Но соседка с пятого этажа наотрез отказывается пускать рабочих. Ведь одна сделала ремонт в туалете. Нам она рассказала, что сама поменяла стояк, так что бояться нечего. Их топила я, а ко мне вода не выходила. Я пошла в ЖКО, сказала, вот за свои деньги поменяй. Я и поменял за свои деньги. Труба уже не старая, не чугунная. Она уже на ПВХ. В доме Гагарина, 16, сейчас идёт капитальный ремонт. Рабочие обязаны поменять стояки с первого по пятый этаж. Пропустить квартиры нельзя. Будут протёки. Но не все люди это понимают. Порой отказываются пускать слесарей в квартиру. Приходится каждого уговаривать. Ну, мы сверху договорились с лицом. Заходим, выдалбливаем. Отверстие получается. Унитаз снимаем. Всё аккуратно снимаем. Унитаз. То есть выдалбываем. Чугунную-то убираем. Немного. Трубу засовываем. Потом замазываем. Как бы за унитазную устанавливаем бесплатно всё это. Пенсионер заверили. Чугунный кусок в его санузле уберут. Стояки полностью поменяют. Работу будут проводить 6 мая. На подъездах дома уже вывешены объявления. В это время жители должны быть дома. Ремонт занимает полный рабочий день. Но зато к вечеру трубы уже будут новые. Светлана Шумкова, Фахри Исламов. Новости НТР. Дерево эпоха. Известная Ива, которая росла на территории Красноключинского пляжа, пошла под спил. Она была признана аварийной. В преддверии нового пляжного сезона оставлять её стало просто небезопасно. Десять человек и одно дерево. Иначе с этим гигантом не справиться. Толстый ствол, огромные раскатистые ветви. Ива помнит этот пляж десятки лет. В этом году её история завершится. Совместно с экологами решили вопрос срубить это дерево. Ну, что и сделали. Технику задействовали, значит, два погрузчика. Ну, вахта там. Людей вывозили. И пилили, значит, два часа. Дерево толстый очень. Мера необходимая. Неоднократно дерево становилось угрозой для жизни людей. С него падали ветки. В этом году была вероятность, что дерево может упасть целиком. Оно высохло, стало по-настоящему аварийным. Чтобы население города Нижнекамска, граждане, спокойно отдыхали, загорали, купались. В 2021 году купались. Подобная работа в Нижнекамском районе проходит на регулярной основе. Работники комплексного благоустройства города отслеживают состояние зелёных насаждений в местах скопления людей. И если экспертиза признаёт опасными, их спиливают. На место высаживают новые саженцы. Анастасия Шакирова, Рафаэракипов, Новости НТР. В продажу вышел свежий выпуск газеты «Нижнекамская правда». Всё самое интересное на страницах издания. Главная тема выпуска – высотка химиков 90-е, из которой в разные годы упали с высоты и погибли 5 нижнекамцев. А ещё вы узнаете график служб в храмах города на главный христианский праздник – Пасха. Также полезная информация для рыбаков, как поймать рыбу и не нарушить закон. В городе идёт операция «Нерест». Советы для дачников, новости культуры, общества и много всего интересного и познавательного. Ещё наши новости можно смотреть через социальные сети в группе НТР. Вконтакте в 19.00 начинается прямая трансляция. Попасть на одну из наших страничек можно через QR-код, который сейчас виден на ваших экранах. Ещё больше новостей на сайте ntr-defis24.ru. Там можно смотреть наш канал круглосуточно. В Пасху нижнекамцы смогут доехать до храмов на автобусе. Движение начнётся в 10 часов вечера с автовокзала. Конечная остановка – храм Покрова Божьей Матери в селе Большой Афанасово. Обратно в город транспорт поедет в 2 часа ночи. Об этом сообщает прослужба мэрии. Напомним, что на праздничные службы верующие смогут доехать также на трамвае по маршруту номер 2. 1 мая он будет ходить до 12 часов ночи, а 2 мая – начиная с 2 часов. Мы очень ждали этот праздник. В чистый четверг помыли весь дом. Друг другу помогаем, живём очень дружно. Мы даже в клуб ходим, танцуем, поём, несмотря на наш преклонный возраст. К Пасхе активно готовится и на селе. По всем традициям её отмечают кряшины. В деревне Малые Ярыклы провели целый обряд подготовки к православному празднику. В национальных костюмах женщины готовили куличи, красили яйца. И в целом планируют накрыть большой стол, за которым соберётся как минимум полдеревни. Не обойдётся торжество без танцев и песен, но кряшин – это обязательная традиция. Он называл себя гениальным шутом, самым грустным балагуром и артистичным живописцем. В музее Ахсана Фатхудинова открылась выставка, посвящённая 70-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Владимира Никольского. Нижнекамцы вспоминают о нём как о человеке с несекаемым оптимизмом, открытой душой и сердцем. Владимир Никольский – член Союза художников России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, является автором более 5000 живописных работ, представленных на городских, республиканских и российских выставках. Его работа находится в различных галереях, музеях и частных коллекциях в 28 странах мира. Жизнь яркого, талантливого, гениального и неунывающего художника оборвалась на 68-м году жизни в декабре 2018 года. Выставка «Я друзей созову на любовь в свое сердце настрою» посвящена памяти мастера. На картинах Никольского можно воспитывать. В чём задача? В том, чтобы они, смотря картины, научились глубинно мыслить, анализировать, моделировать. Например, у него много картин про экологию. Он вопрос экологии ещё 30 лет назад поднимал. А сегодня это как никогда актуально для молодёжи. Движение «Жизнь». Об этом говорят врачи, спортсмены и люди, которые ведут активный образ жизни. Если спорту уделять ежедневно по 5 минут, получите заряд бодрости и хорошего настроения на весь рабочий день. Именно это и рекомендует инструктор ЛФК, Центра общественного здоровья и медицинской реабилитации Оксана Алексеева. В программе «Твоё здоровье» Нижнекамск она показала несколько самых простых, но очень необходимых для здоровья упражнений. Смотрите программу в субботу в 18.10. А в воскресенье в 19.10 смотрите программу «Тема дня». Она посвящена одному из самых страшных эпизодов Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда. Её жертвами, по разным данным, стало порядка 1 миллиона человек. О выживании в нечеловеческих условиях, о силе духа и стойкости советских людей в программе «Тема дня» рассказала свидетель тех страшных событий Валентина Дуреева. Его привезли с завода, мне было страшно подойти, глаза большие, щеки проваленные, на меня смотрят, вроде и слезы текут, а я боюсь подойти. Вот это для меня началась война. Далее смотрите прогноз погоды, хороших выходных, до свидания. 1 мая в Нижнекамске пасмурно, без осадков. Температура воздуха днём плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Воскресенье облачно с прояснениями. Воскресенье облачно с прояснениями.